К другим новостям. В Люберецком дворце культуры прошла торжественная церемония награждения школьников-призеров Олимпиад и конкурсов, которые проходили на протяжении всего учебного года. На мероприятии «Звездочки-2018» собрались действительно звездные ребята. Это отметил и Владимир Ружицкий, который тоже поздравил подростков. Биология, иностранные языки, избирательное право, физическая культура – это неполный список предметов, по которым во время всего учебного года люберецкие школьники участвовали в Олимпиадах. Ребята, показавшие лучшие результаты, приехали во Дворец культуры, чтобы получить заслуженные награды на торжественной церемонии «Звездочки-2018». Сегодня мы чествуем тех, кто побеждал в Олимпиадах и районных, городских, областных, кто достиг определенных побед в спорте. Мы чествуем тех, кто занимается творческой деятельностью, и здесь такие есть. Поэтому, конечно же, это сегодня ваши первые шаги, но они вам помогут в последующем. Лучших из лучших наградили на сцене. Для них пели и танцевали творческие коллективы. Десятиклассница Анна Дорохова поднялась на сцену дважды. Мечтает стать тренером по художественной гимнастике. Наша школа, школа номер 8, заняла второе место в ГТО. А также я стала победителем муниципального этапа Олимпиады по физической культуре. Конечно, все с трудом, но мы же готовимся, поэтому все хорошо, потому что без упорства невозможно ничего достичь. Упорство, целеустремленность, преодоление себя – такое наставление получили школьники от всех наставников. Ведь самое сложное – не просто добиться успеха, но суметь его приумножить. Ваше счастливое будущее, оно зависит напрямую от неустанного труда. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом. Поднимайтесь смело в гору, всегда идите в гору. Покоряйте любые вершины, вам это по плечу. Еще одна звездочка на Люберецком небосклоне – десятиклассник Данила Сысоев. Он сумел за две недели освоить биологию на уровне, который позволил ему попасть в двадцатку победителей муниципального конкурса. Олимпиада по биологии, она происходила в два этапа в городе Мятище. Первый этап он был тестовый, там нужно было решать тестовые задания. А второй этап, там это практические задания были. Люберцы родина не только эрудитов, но и территория спорта. Свои награды получили и ребята, принявшие участие в Кубке ГТО. Первые места в различных категориях заняли 16-я, 41-я, 43-я гимназии, 47-я школа и 12-й лицей. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.